пьяный прохожий избил полицейского именно такими заголовками запестрили у нас новостные порталы сегодня утром оксана блищик дали как так пресс-секретарь национальной полиции рассказала вот что на стадии стан патрульный зараз довольный у нее есть телесные ушкоджения за попереднюю информацию лекарев у нее подозра на струс головного мозга закрита черепно-мозговую травму забий плеча и стегна власне ця вся подія сталася в вечері при оформленні дорожньо-транспортной пригоди где не было потерпелих але механичные ушкоджения зазнали два транспортные засоби пед час роботи правоохоронців на вулицю на дорогу вийшла группа молодых людей они поводили себе дещо з ухвалу коли патрульные зробили їм зауважение власне в відповідь жінка полицейская отримала телесные ушкоджения ей стало зле и на место викликали карету швидко медичной допомоги ей не дали першу допомогу на месте але все ж таки доставили до 17 лекарни аби ретельно обстежити її і за потреби надати більше кваліфіковану допомогу зараз її стан стабільний ми затримали за підозрою чинення цього злочину киянина він 1981 року народження затриманий він в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України зараз перебуває у відділку дає свої пояснення працівникам поліції і власне за вчинення правопорушення яке передбачено статтею 345 кримінального кодексу України йому загрожує до трьох років озбавлення волі и получается что не избил а ударил да но наши так называемые СМИ любят смаковать все да поэтому слово ударил и слово избил да имеет различные значения и избил оно так смачнее просто выглядит да у всех сразу возникает в головах вот такие вот картинки как именно избивают полицейского там прям бьют его руками ногами да на самом деле ударил ну просто к чему я это говорю к тому что сейчас сначала пишут избил оказался что ударил ну так же написали что пьяные а потом окажется что и не пьяные ну в итоге может еще оказаться что полицейский сам упал ударил ну да ладно это в принципе не имеет значение допустим действительно человек выпивший или пьяный неважно ударил полицейского да 345 статья уголовного кодекса светит данному человеку но зачем я все это вам сегодня рассказываю потому что именно эта ситуация является очень скажем так информативной что ли да самой такой показательной представьте себе любой нормальный человек мужчина да скажем так процент есть у него базовые принципы когда он процент но не будет поднимать руку на женщину разные конечно бывают ситуации вопросов нет но из давайте исходить из этого процент представьте себе насколько вот это вот полицейская форма насколько сама полиция уже является тем раздражителем что люди просто начинают переступать через базовые свои принципы да насколько нужно ненавидеть полицию чтобы поднять руку на девушку полицейского нам рассказывают о доверии возросшим к полиции об уважении но не знаю если бы было доверие и уважение то полицейские бы не били а если опять же было доверие и уважение не били бы девушек полицейских потому что это не просто скажем так нарушение это еще и человек просто переступает через свои базовые принципы насколько же нужно ненавидеть эту форму это уже просто как красная тряпка для быка это форма черная полицейская вот ну по этой теме я уже помню вам рассказывал там про господина стасевского можете посмотреть эти ролики и мы увидим что самое интересное что кому-то можно бить полицейских и ему светит 345 ну а кому-то можно бить полицейских там устраивать цирк раздеваться на всех на глазах и потом его даже в общем-то и не задерживать за это если вы думаете что полицей что это такой вот момент когда человек ударил полицейского это из ряда вон выходящие то нет открывайте единый реестр судебных решений забиваете там 345 статья у к поисковике и смотрите сколько же их бьют то есть возможно там даже будут не все случаи да потому что опять же вот стасевской стасевский у нас был его не привлекают по 345 то есть его там дела нету то есть там только те дела где людей привлекают то есть с учетом тех людей кого не привлекают то бьют их каждый день там просто пачками вот это к слову об уважении и о доверии к национальной полиции но на этом все пока подписывайтесь на канал ставьте лайки а